Всем привет, дорогие мои друзья! Наш марафон похудения продолжается! Худеем к лету! Сегодня покажу вам свое меню на 1200 килокалорий с предварительной заготовкой еды на 3 дня. Это очень удобно, особенно для тех, кто работает или готовит для себя отдельно. Давайте начнем готовить! На завтрак сегодня буду готовить творожную запеканку без муки и без манки. В запеканку добавлю морковь и курагу. Получается очень вкусно! Для этого рецепта мне понадобится творог 5% жирности 500 грамм. Я беру рассыпчатый творог, тогда запеканка получается не мокрая. Морковь, курага, яйца, сметана 15% жирности и заменитель сахара. У меня фитпарад номер 10. Точное количество всех продуктов и калорийность всех блюд я оставлю в описании под видео. Морковь я натираю на мелкой терке, к моркови добавляю 3 яйца, все перемешиваю, добавляю творог и все перебиваю блендером. Можно просто все хорошо перемешать, но тогда морковь лучше натереть на очень мелкой терке, чтобы она не сильно выделялась в запеканке. Вот такая творожная масса у меня получилась. Добавляю еще измельченную курагу и для сладости добавляю сахарозаменитель. Добавляю совсем немного, так как морковь и курага тоже дают сладость. Все перемешиваю и выкладываю в форму. Края формы я смазала сливочным маслом, одно застилаю пергаментной бумагой, тогда запеканка не подгорает и хорошо достается из формы. У меня хороший пергамент, я его ничем не смазываю и он прекрасно отстает. Если ваш пергамент прилипает, тогда смажьте его сливочным маслом. Верх запеканки смазываю сметаной, чтобы получилась мягкая и золотистая корочка. И ставлю запекать в духовку. Запекаю 40 минут при температуре 180 градусов. Вы, конечно же, в первую очередь ориентируйтесь по своей духовке. Пока запеканка запекается, я приготовлю курочку в томате. У меня три средних окорочка. Я разделяю окорочка пополам и у меня получается бедро и голень. Можно взять любые части курицы. Для маринада я беру томатную пасту, приправу, карри и соль. В томатную пасту добавляю приправу и соль и все хорошо перемешиваю. Окорочка я уже разделила на бедро и голень. Добавляю томатный соус, все перемешиваю, хорошо промазываю каждый кусочек и даю постоять промариноваться. Чем дольше курица маринуется, тем вкуснее она получается. Я всегда оставляю мариновать на ночь. Когда курица хорошо промаринуется, выкладываю ее в форму. Форму я ничем не смазываю, так как курица пустит сок и ничего не подгорит. Накрываю фольгой и ставлю запекать в духовку. Запекаю при температуре 180 градусов 20 минут с фольгой и 20 минут без фольги. Пока курочка запекается, я приготовлю ленивые голубцы. Для ленивых голубцов мне понадобится мясо куриных бедер 400 грамм или уже готовый куриный фарш, ранняя капуста, бурый рис, лук, морковь, томатная паста, яйцо, приправа хмели-сунели и соль-перец по вкусу. Мясо и лук я уже измельчила в блендере. Можно перекрутить на мясорубке, это как вам удобнее. В фарш добавляю одно яйцо, приправу, все хорошо перемешиваю. В фарш еще буду добавлять бурый рис и капусту. Рис я уже поставила варить, осталось только порезать капусту. У меня ранняя капуста, она мягкая, я ее просто мелко нарезаю и она хорошо протушится. Когда я добавляю позднюю капусту, я ее натираю на крупной терке. Можно добавить даже цветную, ее тоже лучше натереть на крупной терке. В фарш добавляю отварной бурый рис. Рис варю до готовности, но не развариваю. Добавляю капусту, солю по вкусу и все хорошо перемешиваю. И даю немного постоять, а этим временем я приготовлю заливку. В сковороду добавляю совсем немного растительного масла, у меня подсолнечное, и пассирую лук. Когда лук станет мягкий, добавляю натертую морковь и все тушу под крышкой до готовности. Пока овощи тушатся, я приготовлю томатный соус. В томатную пасту добавляю приправу, соль и воду. Все хорошо перемешиваю и томатный соус готов. Когда морковь станет мягкой, добавляю томатный соус. Обязательно пробую на соль, довожу все до кипения, выключаю плиту и даю немного постоять под крышкой. Все готово, осталось только сделать голубцы. Голубцы я формирую в виде крупных котлет и выкладываю в глубокую форму. Сегодня буду запекать в духовке, можно потушить в сотейнике воде. Это как вам удобнее. Заливаю заливкой, все равномерно распределяю. Заливка должна закрыть чуть больше половины голубца. Если заливки мало, можно добавить немного воды. Каждый голубец поливаю соусом и ставлю запекать в духовку. Запекаю 50 минут при температуре 180 градусов. Вы, конечно же, в первую очередь ориентируйтесь по своей духовке. У меня прошло 50 минут и смотрите, какие аппетитные голубцы получились. Я уже давно готовлю голубцы только по этому рецепту. Все блюда готовы, осталось только все распределить по порциям. Сама я все не съем за три дня, что-то еще останется для семьи. Моя семья с огромным удовольствием ест все мои блюда. Получается очень вкусно. Вот такая заготовка еды у меня получилась. На завтрак будет творожная запеканка 150 грамм. На перекус яблоко. На обед ленивые голубцы 230 грамм. На ужин курочка в томате 180 грамм. Минус кости и буду считать как 140 грамм. И овощи 250 грамм. Еще добавлю капусту и зелень. И это количество овощей мне будет на обед и на ужин. Точный вес и калорийность всех порций я оставлю в описании под видео. На завтрак сегодня творожная запеканка с морковью и курагой. 150 грамм. И еще добавила пол столовой ложки сметаны 15 процентов жирности. Получается очень вкусная, а самое главное полезная запеканка. Морковь в ней даже не чувствуется. А курага очень хорошо дополняет. С запеканкой попью еще кофе с молоком без сахара. И после завтрака я еще обязательно выпью комплекс витаминов и минералов и омега-3. На перекус одно яблоко 150 грамм и чай без сахара. Можно взять любой фрукт. Калорийность фруктов примерно одинаковая. Ну, не считая бананов. У бананов калорийность чуть больше. На обед сегодня будут ленивые голубцы. Моя порция 230 грамм. И добавила еще сметану 15 процентов жирности пол столовой ложки. Очень вкусные голубцы. Всем рекомендую. На обед еще будет салат 200 грамм. Салат добавила раннюю капусту, огурец, зелень и заправила оливковым маслом. Приготовила сразу много салата. Такая же порция будет еще на ужин. И чуть позже попью еще черный чай без сахара. На ужин сегодня запеченная курочка в томате. Моя порция 180 грамм. Минус кости и буду считать как 140 грамм. Кожу с курицы не снимаю. Если вы не едите кожу, можете снять. С курицей буду есть салат с капустой и огурцом. Моя порция 200 грамм. Получается очень вкусный и сытный ужин. Это мой последний прием пищи. И после ужина я стараюсь больше ничего не есть. Пью только воду или чай без сахара. В начале очень сложно не есть по вечерам, но постепенно привыкаешь к такому режиму питания и по вечерам совершенно есть не хочется. Главное поставить перед собой цель. В течение дня я еще всегда стараюсь пить воду между каждым приемом пищи. Выпиваю стакан или даже два стакана воды. На второй и третий день еда будет точно такая же. Для разнообразия обед с ужином можно поменять местами. Всем приятного аппетита! Ешьте вкусно и полезно и без вреда для фигуры. Надеюсь вам понравилось мое меню. Если это так, обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий. Мне будет очень приятно. И всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok